Вот 14 номер, то есть там получается вот такой рисунок, значит, вот такая штука у нас, и изображен такой график, получается, начиная с момента времени А, функция начинает работать, да, получается, какая работать функция начинает, а вот такая вот экспонента, да, то есть 1 минус Е в степени минус БТ минус А, да, минус БТ минус А, вот начинает работать, в принципе, здесь довольно просто сразу, да, мы говорим, что до момента времени А у нас, значит, как бы ничего не работает, начинает все работать с момента времени А, то есть получается вот эту функцию, вот эту функцию надо просто, получается, домножить на, значит, вот это Т минус А, да, и моментально, используя, соответственно, теорему запаздывания, мы с вами, в общем-то, здесь все и получим, да, то есть получается, что без смещения у нас будет 1 на П минус, что там, 1 на П плюс Б, и все это домножается, получается, после смещения, значит, у нас получается минус АП, да, вот, здесь вообще делать нечего получается, довольно простая задача, как-то я ее, можно было чего-нибудь посложнее вам, вот, но 15-я задача, 15-я задача тоже здесь ничего такого нет, то есть получается у нас вот до момента А работает одна функция, потом она меняется на функцию на другую, да, получается, здесь тоже ничего такого, то есть получается, вот, правильно вы писали, что, значит, вот, получается, это у нас что такое, это уже у нас Y равен T, да, вот это Y равен T, вот, соответственно, ну и все, как бы, сперва у нас идет T, это вот T, да, T, это вот T, ну она бы так и шла до плюс бесконечности, но в момент времени А ее нужно выключить, то есть минус это T минус А, в принципе, все правильно написали, выключили и включить новую функцию, которая равна А, получается А, начиная с момента времени T минус А, вот, ну и все, в общем-то, подобные здесь приводятся и прекрасно все находится, да, это T минус А, так, здесь, наверное, минус вынести сразу, минус T минус А, вот так вот, вот, ну и так, и здесь, пардоньте, здесь это вот T, это вот T, и, соответственно, вот оно у нас изображение, единица на P получается, здесь минус, значит, у T изображение получается, как, а, какое, единица на P в квадрате, ну и сдвиг Е в степени минус Па нам даст ответ к этой задаче, ну вот, в общем, остальные, как бы, так же, вот, в принципе, они решаются, не будем, наверное, так, что там я вам, что там еще, в стране 5-6, 5-6, 5-6, 5-6, ну что там 5-6, прям так сильно сложно, что ли, найти изображение Е в степени 3Т, ну здесь, наверное, совсем делать нечего, да, давайте все-таки посмотрим, может быть, кто-то что-то здесь не усвоил, Е в степени 3Т, синус в квадрате Т, значит, здесь надо что, найти с помощью формул понижения, да, вот, получается, косинус 2Т делить на 2, то есть будет, какое изображение здесь, будет 1, 2, 1 на P, и у косинуса Т получается, вот, изображение P в квадрате плюс 4, вот, ну и Е в степени 3Т дает использование, дает возможность использовать теорему о смещении, да, получается, вот у нас будет 1, 2, 1, P-3, минус P-3 разделить на P-3 в квадрате плюс 4, вот, вот, как бы и все, так, что еще здесь стоит, внимание, 5, 6, 6, я думаю, не стоит внимания, примерно то же самое, так, 12, 12, я сказал, это как на лекции, 14, 15, ну вот, все мы, в принципе, с вами и разобрали, в общем-то, всю домашнюю, так вот, в принципе, если вопросы какие-то задавайте, может быть еще какой-нибудь там, даже не знаю, что здесь, что здесь можно еще посмотреть, ну давайте вот так, 23-ю, по-моему, мы даже с вами и разбирали, 23-ю и разбирали, ну, как бы, 21-ю, ну, 21-ю, давайте еще посмотрим, и, наверное, ну и все, то есть вот такой рисунок, да, вот такой рисунок, здесь получается, здесь единичка, здесь единичка, да, потом разрыв, до, ну, видимо, до минус единички всего симметрии рисунка, потом, значит, идет, у нас что, потом идет здесь вот, здесь а получается, да, здесь вот, здесь а, здесь два а, и потом пошел ноль, да, то есть график, вот он, вот такой, вот здесь получается, красненькими введем, чтобы всем понятно было, да, потом разрыв пошел вот этот график, и потом пошел ноль, вот, вот, как бы, давайте восстановим изображение, да, изображение получается, так, ну что, что у нас сперва будет, давайте, говорите мне, говорите, пишите, что будет, сперва идет, что у вас, а, да, я вспомнил, у вас что-то микрофон как-то, с микрофонами у многих не работает, связь, да, вот, к сожалению, вот, я так хотел пообщаться, да, сперва, правильно, совершенно верно, сперва идет это вот Т, да, это вот Т идет, да, 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 девчонки, это вот Т идет, а идет оно до момента времени А, получается, да, до момента времени А, значит, ну, начиная с момента, вот, получается, начиная с момента А, мы должны выключить эту функцию, То есть это вот t получается выключить. Каким образом мы ее будем выключать? Поскольку она у нас была равна единице, то есть вот это t минус a получается вычитаем. Вот идет функция, начинает работать в момент времени 0 это вот t. Затем, начиная с момента времени a, мы ее выключаем. А что мы должны? Мы должны включить новую функцию. Вот эта функция, у нее график какой получается? Мы должны с вами и посмотреть график вот этой функции. Значит она проходит через точку 2a и у нее какой-то угловой коэффициент. Положительный угловой коэффициент у нее. Значит получается, как там танген же, вот это у нас равно единичке, а вот это у нас равно a. Соответственно угловой коэффициент k в этой прямой равен чему? Тангенсу угла наклона. Угол наклона здесь, угол наклона он получается положительный, да? Здесь угловой коэффициент положительный. Вот. Ну и соответственно как ищется тангенс? Тангенс, отношение противолежащего катета к прилежащему единице на а. Ну и соответственно уравнение прямой вот этой вот y равен единице на а. t минус 2а. Вот. t минус 2а. Ага. Так, как-то подождите. Ну в общем да, видимо так. Вот. И соответственно что у нас получается? Начиная с момента времени а, начинает работать вот эта функция. То есть получается единица на а, t минус 2а, это t минус а. Ну работает она до момента времени, строго до момента времени 2а. Начиная с момента времени 2а у нас пойдет 0. Значит мы должны эту функцию, начиная с момента времени 2а, выключить. То есть мы вычитаем эту же функцию. Домноженную на это t минус 2а получается. Вот такое рассуждение. Надеюсь оно как-то у вас, вы его усвоили. Значит приводим подобное. Вот это с этим. Да, и что будет. Значит. Плюс это t минус 2а. Минус 1а. Минус 1а. Т минус 2а. Это t минус 2а. А вот. Ну что, осталось здесь посмотреть, что здесь такое будет. Вот эту скобочку на эту скобочку. Давайте посмотрим, раскроем ее. Что у нас получится. Единица на а, t минус 2а. Минус 2а. Минус 1. Да, вот так получается. Так, ну вот давайте смотреть, что здесь можно сделать. Ну, можно к общему знаменателю здесь привести. Будет t минус 3а выделить на а. Ну, нам надо выделить t минус а. То есть, надо вот так представить. t минус а минус 2а. Поделить на а будет. Вот так будет, да. То есть, t минус а поделить на а. Минус 2. Вот так вот сделаем. Так, ну и тогда вот у нас получается вот такая функция. Это t плюс это t минус а. Скобочку сразу вот эту раскроем. Будет t минус а разделить на а, да. А плюс минус 2а это t минус а. Вот так. Вот дальше минус единица на а. t минус 2а. Это t минус 2а. Вот давайте искать изображение, да. Изображение. У это единица на а, а у этой вот штуки, да. В этой. Это что такое будет? Значит, единица на а это константа. У t изображение получается единица на p в квадрате, да и еще смещение. Е в степени минус а, п. Вот. Дальше здесь будет минус 2 разделить на p. Е в степени минус а, п. Вот. И дальше. Что у нас здесь получится? Единичка разделить на а. Смещение 2а здесь получается, да. То есть единица разделить на p в квадрате е в степени минус 2а. Е в степени минус 2а, п. Вот такая вот штука получается, да. Ну ладно, вот этим номером мы с вами закончим работу с запаздыванием. А давайте перейдем к теореме об умножении изображений. Вот. Теорема об умножении изображений. Теорема об умножении изображений, да. Вот у вас получается f от t имеет изображение f большое от p. g от t имеет изображение g от p. Тогда произведение f от p умножить на g от p будет иметь такой оригинал. Это будет свертка. Замечу, это не произведение, это свертка. А свертка это вот такой интеграл. Причем неважно в каком порядке. Можно так записать. Интеграл от 0 до t. g можно на первое место поставить. Равенство будет сохраняться. Вот. Ну давайте что-нибудь посмотрим на эту тему. Ну и нахождение оригинала по изображению мы здесь тоже будем находить, да. Вот. Тоже будем находить. Так. Ну вот давайте что-нибудь найдем. Так. Что это такое у нас? Это свертка функции e в степени 2t и функции косинус t. Вот. Ну. У e в степени 2t изображение будет какое? 1p минус 2. И у косинуса t это изображение будет p разделить на p в квадрате плюс 1. То есть понятно, что изображение будет вот произведение вот произведение. Ну и так далее здесь, так сказать. Давайте обратную задачу порешаем. По данным изображениям попробуем найти оригинал, да. Давайте вот такая задача. 2e в степени минус p. Вот. Здесь единственное, что нужно помнить, что 2 в степени n имеет вот такое изображение. Вот. Поэтому, получается, если n возьмете 2, то у вас получится, что t в квадрате имеет такое изображение, да. То есть получается, что оригиналом для 2p в третьей степени является функция какая? t в квадрате. t в квадрате. Дело в том, что, видите, изображение домножено на f в степени минус p. Это подразумевает, что вы как бы находитесь в рамках теоремы о запаздывании. Там на экспоненциальный множитель происходит домножение. Значит, здесь просто речь идет о запаздывании. То есть здесь оригиналом будет какая функция? t минус 1 в квадрате. t минус 1 в квадрате на это. А это t минус 1. Вот. Вот это вот экспонента дает эту информацию, да. Вот. Так. Ну, еще давайте вот ровно то же самое. e в степени минус 3p разделить на p плюс 3, да. Что это такое? 1 на p плюс 3. Какой здесь будет оригинал? Ну, мы должны помнить, что e в степени минус p лямбда это оригинал. Оригиналом для этого изображения является e в степени лямбда t. Здесь будет e в степени минус 3t. Получается, да. Ну, и опять же, здесь вот экспоненциальный вот этот множитель говорит о том, что здесь будет значит, использоваться теорема о запаздывании. То есть здесь будет изображение, вернее, оригинал смещен. t минус 3. Это t минус 3. Ну, и в том же духе здесь. Дальше, что мы посмотрим, это теорему о первую теорему о разложении. Первую теорему о разложении. Попробуем что-нибудь здесь решить. С помощью этой теоремы. Давайте первая теорема о разложении. Первая теорема о разложении. Вот получается у вас какое-то изображение, равное отношению двух многочленов. Что здесь можно еще сказать? Значит, p1 и так далее, p2 и так далее, pS это полюса, да? Полюса вот этой функции. Тогда оригинал для вот этой функции ищется по такой формуле. Тума. Пока от 1 до S. Вычет функции, какой получается? f от p на e в степени pt в точках. Ну, вот. Ну, что здесь? Можно только вспомнить, как... Ну, я надеюсь, вы помните, как ищутся значит, вычеты в полюсах. в простых полюсах. В полюсах... Ну, то есть, простые – это полюса первого порядка, ну, и также в полюсах более высокого порядка. Будем вспоминать, если забыли, да? Ну, давайте вот решим какую-нибудь задачу на эту тему. Ну, вот у вас... Так, что можно... Вот такая функция. Давайте найдем для нее вот этот самый оригинал. Найдем оригинал. Можно по-разному здесь. Можно с помощью теоремы разложения, а можно увидеть, что вот это – это равно произведению. Произведению вот этих, да? А мы знаем, что по теореме о произведении изображения здесь, по идее, можно поставить в соответствии этому произведению свертку, да? Свертку оригиналов. Ну, единица на p в квадрате какой будет оригинал? Ну, исходя из домашней, ну, видимо, t. Вот. Единица разделить на p в квадрате плюс один будет в оригиналах что? Находится синус. То есть, по идее, можно здесь сделать так. Можно свернуть вот эту функцию с этой. вот, а это будет интеграл от нуля до t. t минус tau синус tau по d tau. В принципе, такой интеграл вполне считаем по частям, без всяких проблем и заморочек, да? Получается, u равно t минус tau, dv равно синус tau по d tau. А вот. И все можно посчитать. Соответственно, dу равно минус d tau, v равен минус косинус tau. нуля до t. Ну, на v, значит, это будет t минус tau минус косинус tau от нуля до t. Минус v du, да? Ну, здесь будет плюс косинус tau v du. а минус будет, потому что d tau тоже да. Нуля до t. Ну, и все, как бы. t подставляем, будет ноль. Ноль подставляем. Что здесь будет? Так, здесь я минус написал, да? t подставляем будет ноль, а ноль подставляем будет сколько? Значит, минус даст плюс, получается t. Просто t будет. Просто t косинус нуля, это же единичка. Вот, просто t будет. Здесь будет первообразно, это будет синус. Получается t минус синус. t минус синус t. А вот. t минус синус t. В общем-то, да, наверное, вот это, наверное, и так. Вот, но можно найти вот это все дело с помощью теоремы о универсального способа теоремы разложения. Вот, как будем искать? А очень просто. Значит, надо искать вычеты, да, у нас получается у функции p равно нулю, это полюс второго порядка, и p равно плюс-минус, и это простые полюса. Вот, надо считать вычеты функции, посчитать потом сумму, давайте считать вычет функции p в квадрате плюс один, и там еще e в степени pt у нас, да, e в степени pt, обратите внимание, еще раз посмотрите на теорему разложения, там e в степени pt фигурирует, да, вот, вот, когда вы ищите, значит, этот самый вычет, да, там e в степени pt, и вот давайте при p равном нулю смотреть, что у нас получится, как ищется, значит, предел смотрится, да, при p стремящемся к нулю, функция домножается, на p в квадрате ищется производная, сокращается, и надо производную быстренько продифференцировать, найти производная верхняя функция, да, по p же производная у нас, получается t e в степени pt минус производная нижней функции, вот, и надо сюда просто 0 подставить, да, что получится, сюда подставляем, будет 1, здесь t будет, а здесь ничего не будет, здесь 0, t разделить на 1, то есть просто будет t здесь, вычет просто будет равен t, так, и надо в точках плюс-минус и еще найти, да, ну, можно вот так разложить на множители, да, здесь p-i, p-i, и искать в точке i, как ищем, домножаем на что, в точке плюс-i, да, домножаем на p-i, помните же, да, надеюсь, вот, сокращается, и подставляем p равное и, и, e в степени и t, так, и в квадрате это минус 1, ну, значит, минус 2i, вот что здесь получается, ну, вот, и ищем вычет в точке p, равной минусы, значит, что мы делаем, домножаем на здесь, на p плюс i, у нас остается вот, p в квадрате p минус i, p в квадрате p минус i, вот, ну, и мы должны p равное минус i сюда подставить, и у нас получится e в степени минус i, t, разделить на минус i в квадрате это минус, значит, да, значит, до плюс 2i здесь получится, вот, а вот в итоге мы все вычеты посчитали, нужно их сложить и тогда оригинал, оригинал это сумма вот этих всех вычетов t плюс e в степени минус и t последний, да, минус вот этот вот, то есть сперва я сюда, первое потом вот это добавил, да, минус, вот он, вот этот минус, вот он минус, вот он, да, вот, ну и все, дальше можно минус вынести и у нас стандартное представление синуса через экспоненты получается, вот, да, это синус, вот тот же ответ, что и в предыдущей задаче получился только другим способом, иногда проще так, иногда проще вот так сделать, вот, все зависит от вас, как бы здесь зависит от вас, так, ну, давайте, наверное, перейдем к операционному методу решения дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, вот, вот, давайте операционный метод решение обыкновенных дифференциальных уравнений, начнем с примера, с примера какого-нибудь, ну, вот, например, x2' плюс 3x' равно центральную роль в решении этих задач является теорема о дифференцировании оригинала, давайте ее вспомним, вспомним, значит, вот у вас f' от t имеет изображение f от p, тогда f' от t будет иметь вот такое изображение, так, дальше, f' от p в квадрате f' от p минус p f' от нуля минус f' от нуля, ну, и так далее. fn' производная в точке t будет иметь вот f' от нуля, да, минус и так далее, минус fn' минус первая производная в точке ноль, вот. и давайте вернемся к нашему уравнению, вот уравнение, давайте его решать. Так, что там? Ноль, значит, вот обозначим, вот у нас оригинал, это решение, это уравнение, обозначим, соответственно, неизвестное изображение, да, тогда, получается, x' будет иметь какое изображение? Это будет p на x минус что? Минус x от нуля, да? Минус x от нуля. Ну, x от нуля равно нулю, поэтому будет px просто. А x2' это что у нас такое? Это p в квадрате x минус p минус x' от нуля. Вот это вот я использовал. вот поэтому будет p в квадрате x. p на x это что? Это вот это? Это ноль у нас. Значит, а здесь у нас что такое? Это минус 1. То есть, будет плюс 1. 1. Ну и тогда вот, значит, почленно заменяю, да, вот это на изображение, это на изображение и это на изображение. Ну, е в степени t будет иметь изображение единицы разделить на p минус 1. вот. Поэтому, что же здесь будет? Вот, что здесь будет. 3 p x, Вот. Отсюда мы фактически получаем линейное уравнение относительно x. вот это подобное. Вот. Ну и как бы и все. Отсюда находится x. Ну, p в квадрате плюс 3p можно на множитель уже разложить, да, это будет вот так вот. вот поэтому можно сразу записать. Вот. Видите, как здорово. И теперь фактически, видите, основную сложность при решении дифференциальных уравнений составляет здесь нахождение по полученному полученному изображению оригинала получается. Видите, как вот нахождение оригинала. давайте искать. Давайте искать. Давайте искать. Можно комбинированно здесь, смотрите, подойти. Для вот этого изображения можно найти оригинал одним способом, а для этого другим способом. А вот, например, для второго, да, как можно найти это же произведение, это же произведение, а его очень легко представить в виде разности, между прочим. Вот это вот. Это же что такое будет? Да, вот. Если вы в виде разности вот так представите, ну и домножите на одну третью, то у вас получится верное тождество вот здесь вот. И найти здесь изображение, вернее, оригинал не составит никакого труда, будет одна третья, единица на п это единичка, а это что такое? Е в степени минус 3 t получается, да? Ну, еще раз, Е в степени лямб до т, но у него вот такое изображение. Вот. Здесь просто вот вы на простые множители раскладываете и все. здесь, тоже можно вот эту вот дробь, вторую, вернее, первую, первую дробь, можно тоже разложить быстренько на простые множители и можно даже и не пользоваться теоремой разложения, да, с помощью вычетов там что-то искать, хотя здесь все полюса простые, даже не знаю, что здесь проще, даже не знаю, что здесь проще. Можно просто и то, и другое, можно на простые множители разложить, а можно воспользоваться теоремой о разложении, посчитать быстренько вычеты, в простых полюсах и как бы и все. Ну, давайте разложим на простые множители, да, будет c1 и вот. Ну, и найдем c1, c2, c3. Здесь будет что у нас? p, p плюс 3, здесь будет p минус 1, p плюс 3, здесь будет p минус 1, p, так, все это объединяю, плюс c3. Так, мы получим верное тождество равно единице, да, вот то, что мы свернули, равно вот этому вот числителю. А вот ну, дальше что мы можем брать, здесь же очень удобно, здесь же вот давайте брать последовательно, p равно нулю, в этом тождестве, если p равно нулю, тогда у нас что произойдет? Первое и последнее слагаемое занулиться, но будет зато вот второе, будет что здесь, здесь минус 1, 3, то есть минус 3c2 равно единичке, отсюда сразу c2 равно минус 1, третье. Дальше удобно взять p равно единичке, если p равно единичке, то второе и третье слагаемое занулиться и получится что здесь, 1 плюс 3, 4, это 1, здесь 4, то есть 4c1 равно 1. Так, и последнее что удобно взять, p равно минус 3. Когда у нас занулиться, какие слагаемые, первое, второе, а здесь у нас что будет минус 4, здесь минус 3, то есть 12, да, сюда c3 равно 1, 12, ну вот и все, у нас получается вот такое разложение, так, c1, c2 и c3, ну и восстановить здесь оригиналы не составляет большого труда, будет 1,4 e в степени t минус 1,3 на 1, да, вот они все оригинал, ну и тогда оригинал для всего выражения, давайте, первый-то у нас ему получился равен, вот он, да, вот он, для второго, для вот этого слагаемого, да, здесь здесь про минус не забыть надо, вот, вот он у нас, да, вот и у нас получается, значит, что здесь, вот, вот это выражение, да, вот оно, значит, вот, со знаком минус, да, это вот для второго слагаемого, и вот первое здесь, 1,4 e в степени t, вот такой ответ получается, такой ответ, так, что нам еще, ну давайте еще посмотрим что-нибудь, давайте еще посмотрим что-нибудь здесь, ага, вот интересная ситуация, когда вот такая, вот смотрите, задача у нас возникает, x, так, давайте здесь отменим, x' плюс x' равно получается 2t, причем условия начальные вот такой характер носят, x от единицы равно 1, x от единицы равно минус 1, вот, здесь интересная ситуация, на самом деле, если вы подумаете внимательно, посмотрите, мы же здесь будем пользоваться теоремой о дифференцировании оригинала, а в теореме о дифференцировании оригинала, смотрите, у вас получается вот такая ситуация, смотрите, нам f'n't производная в точке t будет иметь вот такой оригинал p, в этой степени на f от p, да, минус pn минус 1, f от 0, минус и так далее, минус f n минус 1 производная от 0, смотрите, везде значение берется в начальный момент времени, который у нас равен 0, а здесь начальные условия, смотрите, какие единицы, что делать здесь возникает вопрос, в предыдущем, в предыдущей задаче у нас как раз все хорошо было, там у нас было, что у нас, у нас как раз значение-то было в этой в единице в нуле начальные условия, а здесь в единичке, и вот, вот проблема, да, вот проблема, ну, с этой проблемой можно попробовать справиться, дело в том, что мы можем найти общее решение этого уравнения, то есть рассмотрим вот такое вот, сравнение наряду с этим, причем х от нуля, ну, это неизвестная нам константа, да, х-штрих, здесь, кстати, штрих я забыл, да, х-штрих от нуля, вот такую задачу решим при произвольных c1 и c2, а затем эти c1 и c2 найдем, исходя из вот этих вот начальных условиях, уже при значении времени равном единице, вот, вот давайте решим, увидим, как-то здесь все происходит, итак, еще раз, вот у нас, здесь все как обычно, вот для этого, то есть, вот у нас дальше х-штрих это получается в п на х минус х нуля, то есть, это будет пх минус c1 х2 штриха это п в квадрате х здесь ноль, да, минус п вот так вот, и тогда что мы получим, мы вот что получим, п в квадрате х минус pc1 минус c2 так, х-штрих это что у нас такое, х-штрих это вот это вот вот, а2t имеет какое изображение получается 2 единицы разделить на p в квадрате вот 2 разделить на p в квадрате подобное приводим это это и все тактически 2 разделить на p в квадрате плюс p c1 плюс c2 плюс c1 вот, ну, найти будем искать сейчас долго и упорно p в квадрате ну, плюс p это у меня что такое это p на p плюс 1 поэтому здесь будет p в кубе плюс здесь, кстати, p сократится вот здесь, да, c1 разделить на p плюс c1 вот здесь вот так вот сделаем, да, вот ну, давайте искать здесь этот самый оригинал, да, вот вот ну, давайте подумаем как как искать-то здесь как искать-то ну, для первого слагаемого давайте найдем с помощью теоремы разложения а для двух оставшихся там можно и сразу отыскать вот давайте делать то есть вот 2 p в 3 плюс p плюс 1 давайте с помощью теоремы найдем значит у нас получается f от t для нее это чему равно получается это здесь у нас полюс третьего порядка и полюс первого порядка минус 1 получается значит получается надо посчитать вычет вот этой функции 2 и в степени pt разделить на p в 3 p плюс 1 да и плюс вычет при p равном минус 1 ну давайте считать получается первый вычет чему будет равен мы просто должны домножить вот эту функцию на p в 3 да и взять от нее производную по формуле ну я домножил у меня сразу p в 3 пропало да и я должен по идее взять производную и подставить значение 0 сюда ну или предел при p стремящемся к нулю если хотите но никаких особенностей здесь нет поэтому писать предел большого смысла здесь нет давайте производную быстро считать производная верхней функции получается 2 2t e в степени pt минус 2 e в степени pt вставляем p равное нулю так что получится здесь единичка здесь единичка получится 2t минус 2 2t минус 2 просто получится вот ну и осталось посчитать вычет в точке минус 1 вычет точки минус 1 достаточно домножить это выражение на что на p плюс 1 и подставить значение минус 1 то есть будет я 2 в степени pt домножаем на p плюс 1 оно сокращается и подставляем p равное минус 1 получится 2 на е в степени минус t разделить на минус 1 то есть будет минус 2 е в степени минус t ну надо сложить вот это с этим и получим ответ то есть вот она у у у у у у у у Это, значит, точки минус 1 мы посчитали. Так, это мы посчитали для первого слагаемого, да, для первого слагаемого. Вот. А теперь давайте для оставшихся искать, вот, ну, то есть вот здесь продолжим равенство, да, вот здесь будет 2t минус 2, значит, у этого будет изображение какое? c1, e в степени минус t, да, вот здесь вот, ну, помним изображение для экспонента, да. Дальше, дальше, что мы еще должны иметь в виду? Здесь где-нибудь, что 1 разделить на p, p плюс 1, это у нас что такое? Это 1 разделить на p минус 1 разделить на p плюс 1. Вот. Поэтому здесь будет плюс c1 плюс c2, константа вынесется. И, а вот это мы же в виде разности можем представить, это классическая ситуация. Это будет 1 минус e в степени минус t получается. Вот. Общее решение, то есть давайте запишем его, общее решение уравнения. Так, где-нибудь бы его даже не знаю, как-то выделить что ли, перенести, попробовать. Вот оно, общее решение уравнения, где вот эти константы, это произвольные, да, они у нас, вот. Вот. Это не копируется. Ладно, посмотрим. Вставится, не вставится, не знаю, так. Ну вот, вот у нас получается общее решение. x от t, да. Как-то криво записано, конечно. Ну, ладно, давайте его перепишем. x от t получается равно 2t минус 2. А минус 2e в степени минус t. Здесь, кстати, можно... Пардон, давайте, наверное, здесь подобное сразу приведем. равно, значит, вот это и это подобное. То есть здесь будет 2t минус 2 плюс e в степени минус t, c1 минус 2, плюс, скобочку раскроем, c1 плюс c2 минус c1 плюс c2, e в степени минус t. Вот как-то так. Так, ну, здесь можно еще привести вот это, и это тоже подобное получается. То есть будет 2t минус 2 плюс e в степени минус t. Так, что здесь будет? c1 минус 2 минус c1 минус c2. Вот это и это подобное, да? Плюс c1 плюс c2. Ну-ка, что в итоге будет так? Вот здесь сократится. Будет минус 2 минус c2. Вот, то есть общее решение будет выглядеть вот таким вот образом. 2t минус 2. Минус можно вынести. 2 плюс c2 плюс c1 плюс c2. Мы с вами еще начальное условие знаем. получается. x от единички-то у нас равен, в самом начале-то помните, x от единички равен чему у нас там? Единички. x от единички-то у нас равен минус 1. Вот. То есть исходя вот из этих вот двух условий, мы можем как раз вот эти константы c1 и c2 найти. Вот. То есть давайте подставим. x от единички чему равно у нас? Получится. Подставляем. Здесь 2 минус 2 ноль будет, да? е в степени минус 1. c1 плюс c2. Плюс c1 плюс c2. Это по условию равно 1. Вот. Ну, можно здесь c1 плюс c2 вынести, да? c1 плюс c2 единичка минус е плюс первой степени равно 1. То есть это первое уравнение для нахождения c1 и c2. И второе. Давайте производную найдем. x штрих. Вот. Это что такое? Это 2. 2. 2, да? Производную берем. Будет е в степени минус t. 2 плюс c2. И это равно минус 1. Подставляем сюда. Подставляем сюда t равно 1. Да? t равно 1. Начальное условие в единичке. Получаем 2 плюс е в минус первой степени. 2 плюс c2 равно минус 1. То есть фактически мы получаем систему для нахождения. Вот c1 плюс c2 равно 1 разделить на 1 е в минус первой степени. И второе уравнение получается. Ну двоечку можно вот двоечку отсюда в правую часть можно перенести. Получится так. Е в минус первой степени 2 плюс c2 равно минус 3. 3. Вот. То есть получится вот так. А ну здесь вот кстати на е можно домножить. Числитель и знаменатель будет е. Вот так вот. Вот. А здесь 2 плюс c2 равно минус 3 е. Вот. Ну то есть отсюда c2 сразу находим. Это минус 3 е минус 2. Да. И c1 отсюда находим. Как е разделить на е минус 1 минус c2. Да. Плюс. То есть плюс 3 е плюс 2. То есть вот эти константы в общем решении они отсюда находятся. Вот эти константы. Общее это решение у нас получилось вот. То есть нужно понимать что вы можете сперва найти общее решение. А потом найти частное вот исходя из вот этих вот начальных условий. А общее решение вот оно найдено. А здесь просто надо c1 и c2 сюда подставить. И как бы все получается. Вот. Ну давайте еще посмотрим. Давайте еще посмотрим. Ну честно говоря даже не знаю. Здесь они все в каком-то смысле похожи друг на друга. Ну давайте вот x. x штрих и 2 штриха. Или. Пардон. Можно что-нибудь покрупнее что-нибудь взять. Ну допустим вот x3 штриха. Так. Плюс. Так. И все равно нулю. В данном случае начальное условие сформулировано для начального момента времени. Для нулевого. Для нулевого начального момента времени. Поэтому никаких проблем. Вот. По-прежнему. Так вот у нас. Так. Пардон. Давайте. Вот так писать рубленное. Да. Тогда получается x штрих. Это будет px. Это будет изображение. Так. И x3 штриха. Получается будет иметь вот такое изображение. Это три штриха. Три штриха. Значит. Здесь два. Нет. Видите. Все наоборот. Вот. Сперва идет. Сперва идет. Сперва идет. Это самое. Сперва идет. Первая производная. В порядочку. Значит. Нулевая производная. Потом идет первая производная. Вот так. формула. Вот. Чтобы не было здесь никаких проблем. Но в данном случае все очень хорошо. В принципе можно запомнить эту ситуацию. Что если у вас все начальные условия равны нулю. То здесь у вас просто ноль будет. Здесь ноль будет. Здесь ноль будет. Здесь ноль будет. Здесь ноль будет. То есть у вас будет просто px. Здесь p в квадрате x. А здесь p в кубе x. Ну. У единицы изображения единицы на p. То есть получится p в кубе x. Плюс 3p в квадрате x. Плюс 3p. Плюс 3p. Да. 3p. 3p. x. Да. Это x штрих. 3p. x. Плюс x. Равно единичке. Если x вынесите. У вас просто получится. p в третьей. Плюс 3p в квадрате. Плюс 3p. Плюс 1. Равно единичке. А вот это. Это. Куб. Сумы. То есть получится. x. Равно единице. Разделить на p. Плюс 1. В кубе. Да. То есть получится. Ну, осталось вспомнить известные теоремы. Кое-что мы знаем с вами. Мы с вами очень хорошо знаем, что t в n-той степени имеет изображение p. Имеет изображение n-факториал. n-факториал разделить на p в степени n плюс 1. Вот. То есть здесь достаточно взять n равно 2. То есть будет t в квадрате будет иметь вот такое изображение. 2 разделить на p в третьей степени. Вот. Соответственно, t в квадрате на 2 будет иметь изображение единицы на p в кубе. Но смещение вот это получить очень легко. Надо t в квадрате на 2 домножить на e в минус степени минус t. И по теореме смещения у нас получится вот такая штука. То есть получится, что оригинал для вот этой штуки это t в квадрате на 2 e в степени минус t. Это и есть решение. Это и есть решение этого дифференциального уравнения. Получается. Вот. Ну, в конце давайте посмотрим еще одну тему. это интеграл дюамеля. Интеграл дюамеля. Вот. Интеграл дюамеля. Вот. Вот. Что это такое? Вот вам нужно решить дифференциальное уравнение. Ну, обычно здесь неважно какого порядка. Коэффициенты постоянные. Ну, допустим, вот. от второго порядка. Даже не знаю. А2x штрих. Вот. Ну, вот какое-то такое дифференциальное уравнение. Плюс ax. Вот. равно функции какой-то, да? Функция произвольная. Можно его решать следующим образом. Начать решать с другого уравнения. Вот с такого. Правая часть, правую часть просто заменить на единичку. И начальные условия будем вот всюду иметь вот в виду. Вот такие, значит, начальный момент времени у нас все равно нулю. Ну, и здесь, соответственно. Вот. Получаем решение. Тогда решение уравнения звездочка можно найти по формуле. Интеграл от нуля до t. f от tau. Берете производное решение z. z штрих. t минус tau. Вот это. Вот это и есть интеграл дюамеля. Вот. И вот это вот x от t дает решение первоначального уравнения. Вот. Ну, давайте что-нибудь решим. Попробуем хотя бы. Вот. Ну, вот, например, вот такое уравнение. Ну, здесь у нас все равно нулю, да? Да. Сперва решаем уравнение вот относительно z, да? Правая часть заменяется на единичку. Давайте его решать. Что у нас будет? У нас z имеет изображение z большое, да? Тогда получается z штрих будет иметь изображение p, z. Ну, поскольку здесь... А, пардон, вот эту вот единичку я здесь зря... Здесь у нас 0. Единичка только в правой части. Минус z маленькая от 0. З 2 штриха будет иметь изображение p в квадрате z. Минус p. Ну, значит, поскольку z от 0 и z штрих от 0 равны 0, ну, здесь будет p, z просто. p, z и здесь будет p в квадрате z. p, z. Ай, что-то совсем... p, z. Вот. Тогда что у нас получается? p в квадрате z плюс 2pz плюс z равно единице на p. Вот. z квадрат выносим и получаем... Вот что получаем. Вот что получаем. П в квадрате плюс 2p плюс 1 это полный квадрат. То есть получим... Ну, в общем, всем, я надеюсь, очевидно. Ну, вот. И все. Тогда z находим. Надо восстановить оригинал по нему. То есть будет единица на p. Вот как бы это быстро сделать? Восстановить оригинал? Ну, давайте теоремой его разложения пользоваться. Что сделаешь? То есть здесь мы должны посчитать вычет вот этой функции. Намножим на e в степени pt. Да? Вычет в точке 0. Но это простой. p равно 0 это простой полюс. Поэтому здесь просто домножаем на p. p исчезает. p плюс 1 в квадрате. Подставляем p равен 0. Получаем, что просто... Просто 1. Просто 1. Вот. Ну, очевидно, по-моему. Так. И осталось посчитать вычет уже в полюсе второго порядка. То есть здесь придется домножить e в степени pt на p плюс 1 в квадрате. Останется просто e в степени pt взять производную и подставить p равно 0. Вот. Ну, производная здесь легкая. Будет t на e в степени pt. И при p равном 0 получается t. t. Ого. То есть какое-то очень простое изображение. Вернее, какой-то простой оригинал получается. t плюс 1. Что-то странно. Подождите. А, почему я 0 подставил? Господи. Ой, ужас какой. Давайте убираем. Я же минус 1 сюда должен подставить. Я же минус 1 сюда должен подставить. Я же минус 1 сюда должен подставить. Получается, значит, производную берем. t на e в степени pt и t равно минус 1. Получается t на e в степени минус t. То есть вот получится уже ближе к истине. Получается вот не вот это вот. Давайте уберем. Вот. И получится 1 плюс t на e в степени минус t. Вот z мы нашли. z мы благополучно нашли. То есть z маленькая от t. Это получается единичка плюс t на e в степени минус t. Осталось воспользоваться формулой вот этой вот Дюамеля. Формулой Дюамеля. И она у нас. А вот это да. То есть производная и правая часть. Правая часть вот она. e в степени минус t разделить на t плюс 1. То есть нам осталось что? Взять производную z штрих посчитать. z штрих вот t. Это что такое? Константы ноль с производной первой функции. Вот так будет. На вторую. Да? И минус производная второй на первую. То есть получится вот такое. Такая производная. Вот. Соответственно z штрих t минус tau. Это что у нас? 1 минус t минус tau. e в степени минус t минус tau. И осталось посчитать интеграл. который даст нам решение. x от t будет интеграл от нуля до t. Значит правая часть. Вот она будет. e в степени минус tau. Значит tau плюс 1. Здесь будет вот 1 минус t минус tau. e в степени минус t минус tau по d tau. Ну, может быть это и не сложно здесь. Давайте посмотрим по концовочке. Да? Здесь же у нас вот степень. Это вот эту степень. На эту степень. Посмотрим на эту. Если скобочку раскрыть. Здесь некоторое сокращение произойдет. То есть получится интеграл от нуля до t. e в степени, значит, минус tau минус t плюс tau. Так. Значит, вот здесь сокращение произойдет. Затем в скобочке здесь тоже раскроем. 1 минус t плюс tau и разделить на tau плюс 1 по d tau. Вот. И, в принципе, может и ничего. Интеграл от нуля до t. e в степени минус t здесь можно вынести за интеграл. Это константа. Вот. А здесь что будет? 1 минус t плюс tau разделить на tau плюс 1 по d tau. Ну, а здесь, наверное, посчитать не такая большая задача. Прям супер-пупер какая-то. Давайте быстренько посчитаем. У нас как раз время есть. Значит, здесь вот это и это объединяем будет. Тау плюс 1 минус t разделить на tau плюс 1. Нужно подчленно поделить. Интеграл моментально посчитается. e в степени минус t. Интеграл от нуля до t. Делим по членам. Будет 1 dt. У нас интеграл от нуля до t. Что? t вот это можно вынести. Опять же, это константа же. 1 разделить на tau плюс 1 по d tau. Вот. Вот и все. Как бы почти задача решена. e в степени минус t. t. Этот интеграл будет равен t. Здесь t. Здесь что такое? Это логарифм tau плюс 1 от нуля до t. Вот. Ну, осталось проварьировать. И все. И решение получено. Варьируем. логарифм. Логарифм будет логарифм t плюс 1. Ну, а 0 подставляем. Логарифм единички это 0. То есть, вот получится такой ответ. Вот и все наше решение. То есть, x от t. Можно здесь t вынести. Это 1 минус логарифм t плюс 1. Вот как бы и все. Играл диамель, а мы с вами посмотрели. Давайте. Домашнее задание. Домашнее задание. И хватит на сегодня. Значит, с интегралом диамеля посмотрите. Это на странице 38, что ли. 38, да. Страница 38. Первую задачу. И третью. Первую, третью. И еще давайте вот с обычными дифорами. Не на интеграл диамеля, да. Зачем я. Масштаб. Так. Страница. Страница 35. Страница 35. Так. Страница. Так. Подождите. Я почему страницу не написал. Страница 38. А это номера заданий, да. На этой странице. И страница 35. И номера заданий. 26. 26. Ну, 23. 17. В общем, разберем. Я думаю, что чтобы разобраться с этой темой достаточно. Вот этих номеров. Так. И давайте там уже еще с вами посмотрели. Хотя бы один какой-нибудь номерочек. 24, например. Ну, хотя в данной ситуации вам волей и неволей придется находить для вот этих всех уравнений оригиналы по изображению. Ну, ладно. Давайте вот этим ограничимся. Вот. Все на сегодня тогда, ребят. Вот. Все на сегодня. 27. Итак. 28. 28. Продолжение следует...